Юрий Александрович, вы больше месяца уже возглавляете Урал-2, как оцените этот период в своей карьере? Ну, достаточно сложный период, достаточно сложный, достаточно необычный и новый шаг такой в моей карьере. Перезагрузка, скажем так, опять работа главного тренера, я хочу сказать, что работа главного тренера и просто помощника, это две разные профессии, поэтому здесь столкнулся с определенными трудностями, и в игровом плане мне не все нравилось, и здесь в плане помощников тоже выстраивал какие-то новые взаимодействия, взаимодействия и новые требования предъявлял, поэтому хороший, сложный месяц, но работали продуктивно, скажу, и ребята молодцы, подошли так ответственно и устремленно, хотели чему-то научиться. Я считаю, что работа проделана была большая, огромная работа, но нам ни в коем случае нельзя останавливаться, надо каждый день, каждый день, почему, чему-то, по чуть-чуть, по чуть-чуть всегда учиться. Поэтому ребята собраны молодые, перспективные, у кого-то там хорошее будущее, у кого-то, ну, не все, наверное, на самом высоком уровне смогут играть, но тем не менее, то, что они сделали шаг вперед, это однозначно. Что вы сказали первое ребятам на первой встрече? На первой встрече я сказал ребятам, что у них огромный потенциал, что моя задача помочь вам его раскрыть, раскрыть, что они должны верить в себя, ну, и главное, настроил их на хорошую работу, что будут требования, как в главной команде, чтобы они потом приходили в главную команду и уже знали, что их ждет. В плане нагрузок тоже изменились, изменились тренировочные сессии. Поэтому, ну, сказал, что главное-главное через работу мы будем с вами расти, с вами будем пытаться подняться вверх. Первично, да, это развитие индивидуальных качеств футболистов, это самое первое. Если мы им не поставим технику, не поставим ловкость, координацию, быстрое умышление, поэтому первично это развитие индивидуальных качеств футболистов. Вторично, да, это командная игра, командная игра, качество этой игры. Если это все будет, то и, соответственно, и будут результаты, ну, через качество игры. Результат любой ценой нам достичь, ну, мы не хотим. Да, главное, чтобы у нас было качество игры. Вы долго работали в основном в составе с более мастеровитыми футболистами. Насколько уровень игроков Урала-2 отличается от того, что там было? И сильно ли с этим отличается тренировочный процесс? Уровень игроков, да, действительно отличается. В главной команде все-таки футболисты поровнее все. Здесь есть футболисты более, повыше индивидуальное, скажем, их мастерство. Есть там похуже, но сейчас пытаемся привести их к одному знаменателю. К одному знаменателю. У кого-то там очень хороший прогресс идет, у кого-то он пока не очень хороший, но тем не менее прогресс идет. Кто-то там быстро адаптируется к этим нагрузкам и к этим требованиям, которые я предъявляю. Кто-то медленно адаптируется. Но это нормальный процесс, нормальный процесс. Нужно время, чтобы все под один уровень, подтянуть всех под один уровень. Поэтому будем работать дальше. Тренировочный процесс? Нет, я пытаюсь сделать тренировочный процесс именно как в главной команде. В главной команде и те же требования, такие жесткие требования, достаточно предъявляя к футболистам и в плане обороны, и в плане атаки, в плане переходов. Поэтому они к этому уже адаптируются и эти требования знают. Я их сразу заявил на первую неделю нашей работы. У нас было достаточно много собраний и даже тренировки мы разбирали и показывал, что и как нужно делать. И свои требования каждый день, каждый день им предъявлял. Сейчас практически я не вмешиваюсь в тренировочный процесс. Они практически уже знают мои требования. Поэтому если крикну там «Оп!», они знают, что надо делать. Поэтому вот и это и есть работа. Значит, мы нацелены именно на свою игру. Игра соперника нас волнует, но в меньшей степени. Поэтому мы будем делать акцент именно на наши атакующие действия. На наши атакующие действия. Будем стараться больше владеть мячом. Будем стараться больше находиться на чужой половине поля. Но здесь очень важен баланс. Именно баланс атаки и обороны. Поэтому без обороны не бывает атаки. Также наоборот. Поэтому и на атаку, и на оборону мы сидим. И на фазах перехода сидим. Очень много сейчас у нас в игре проследуется прессинга. Именно после потери мяча на чужой половине поля мы пытаемся активно этот мяч отобрать, чтобы опять им владеть и проводить атаки. Один из лидеров вашей команды, Никита Глушков, может ли он или еще какие-то футболисты в ближайшем времени получить шанс к главной команде? Конечно, могут. Моя задача сейчас их подготовить, чтобы кто-то из них поехал на сбор и хотя бы составлял конкуренцию игрокам главной команды. Вот это будет моя основная задача. Чтобы двоих, троих пообщаемся, чтобы они поехали на сбор и составили конкуренцию. Я не говорю, что играли первую скрипку, но тем не менее, чтобы не выпадали из тренировочного процесса. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!